А что это перед нами? Куда мы пришли? А это здание Национального художественного музея. И перед нами монета, огромная, как солнце. Потому что на 4-м, 5-м этажах выставка монет Латвии, посвященная 100-летию банковской системы. И вот мы сейчас поднимемся по ступильничкам, и там такие, как бамбоковые палочки, висат. А они звонят. Это медные такие, палочки медные, напоминают о звонкой монете. Ну, направляемся туда, идем по ступенькам. Рядом с гардеробной очаровательный магазинчик, где вы можете приобрести любую монографию. В латышском художнике. Тут даже есть и шарики, шары, открыточки. Очень чудесный, чудесный ассортимент. У входа в этот сувенирный магазин нас встречает экспозиция, посвященная двух художников. Александра Бельцова и ее супруга. Вот роман «Сута». У них есть и фарфоровые изделия, и вот и картины. В общем, очень разностороннее такое направление. А это мой любимый художник, Янис Розентальс. Да он всем нравится. И вот это самая популярная, самая известная его картина. Принцесса и обезьянка. Вот эта обезьянка принадлежала циркачу. Он ее арендовал, художник, надень. А девушка в одежде римлянки, он ее нашел на балу. И вот Янис Розентальс писал, что принцесса – это публика. Обезьянка – это я, потому что я должен писать картины в угоду публики. Вот что нравится, да, то выполнять заказы. Но взгляните, известные работы. Очень нравится мне вот тоже эта картина. Посмотрите, деревенька, мальчишка, да, бежит по тропинке, домик усадебный. Ну, просто все дышит светом, весной или летом. Ну, жизнерадостное настроение. Ну, невозможно не любоваться картинами этого художника. Просто невозможно. А вот это очень многогранный художник Георгий Георгий Тим. Ну, год назад, наверное, была выставка на бирже музея. И представлены картины Георга Тима. Вы не представляете. Там и тоже фарфор, и графика, и различные-различные эскизы. Просто глаза разбегались. Иногда идешь на выставку, выходишь, и вот ожидания выставки, они намного уступают тем впечатлениям, которые сопутствуют вам при выходе с этой выставки. Я была просто бескуражна. И волшебный карантаж Тима меня сразил на повал. Мы на пятом этаже музея. И вот там, впереди, видите, лесенка и стеклянное окошечко. В летнее время можно выйти на террасу и полюбоваться панорамой парка, эспланадой. А наверху этого пятого этажа, вот висят монетки. Они тоже висят, как солнышко. Ну, первые монетки в виде солнышка. Там был изображен лев, очеканил. Очеканин было в лиде. В лиде очеканил. Вот по приказу Крёза они были очеканены.